Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Таджанова, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорния. Сегодня у нас 13 сентября 2019 года, и сегодня я хочу вас ознакомить еще одной новостью, которая коснется уже не только приезжающих иммигрантов, но и уже тех, кто находится в этой стране, будучи грин-карт-холдерами являются, и также тех, кто будет запрашивать некоторые статусы, такие как гражданство США, политическое убежище и так далее. Прежде чем я начну эту новость, хочу еще раз напомнить о том, что я помогаю в заполнении иммиграционных форм, я не адвокат, я не даю юридические советы, и вся информация на этом канале, она только к ознакомлению, только к ознакомлению, и то, как вы ее будете использовать, это под вашу ответственность. Если вам нужна моя помощь в заполнении ваших форм, пожалуйста, обращайтесь. Значит, сегодня у нас новость такая, она еще, конечно же, новая, но думаю, что скоро начнется шумиха опять вокруг этой новости. Если вы помните, несколько месяцев назад я снимала видео о том, что те люди, которые будут запрашивать иммиграционные и не иммиграционные визы, они должны были предоставлять информацию о своих социальных сетях за последние пять лет, и это им давало право консульству проверять вашу деятельность в социальных сетях перед тем, как вы въедете в Соединенные Штаты. Но недавно, 4 сентября, администрация Трампа, они предложили новые правила, по которым теперь точно такой же запрос будет делаться по отношению тем, кто находится в Соединенных Штатах, и те, кто будут запрашивать определенные иммиграционные статусы, будучи уже в США. Почему они это сделали? Потому что на основании данных Министерства юстиции оказалось, что с момента 1-11 сентября 2001 года по 31 декабря 2016 года, 549 лиц были осуждены по обвинению в международном терроризме в федеральных судах США, и из них 254 они не граждане США, 148 получили гражданство через натурализацию, и 147 из них были гражданами США по рождению. И поэтому, чтобы предотвратить такое в будущем, они решили, хотят внести, ввести такие ограничения, и также они хотят видеть вашу деятельность. Как вы тут, например, какую деятельность вы вообще в целом вели, будучи в США за ваше время пребывания? К примеру, если вы приехали по замужеству, то есть если вы приехали по туристической визе, вышли замуж, и вам нужно снимать условность с вашей грин-картой, то, к сожалению, вас, они попросят ваши данные за последние 5 лет в социальных сетях, и они хотят посмотреть, насколько ваши отношения являются правдивыми, потому что для многих это не секрет, когда люди выставляют свою личную жизнь. Но есть такие моменты, когда люди не хотят афишировать свою личную жизнь, и как это будет вам играть на руку или нет, это будет решать иммиграционный офицер. Значит, также хочу сказать, что Министерство внутренней безопасности хочет иметь возможность пересмотреть информацию, размещенную в социальных сетях за последние 5 лет иммигрантами, которые обращаются за 9 видами льгот, включая гражданство США через натурализацию, убежище и изменения на постоянное место жительства через брак. Значит, какие социальные сети вы им должны будете предоставить? Я сейчас зачитаю. Некоторые, возможно, произношения будут неправильные, потому что я никогда не слышала такие. Значит, следующие социальные сети вы должны будете им предоставить. Значит, данные из вот этих сетей вы должны будете предоставить им. Но. Есть такое но. Значит, в уведомлении в этом говорится, что если заявители не будут включать в свои социальные сети и информацию об этом, то их просьбы не будут отклоняться или отклоняться исключительно по причине отсутствия информации. Но это вам может немножечко затруднить получение вашего статуса. И поэтому подумайте об этом. Значит, как это будет выглядеть? Если они это решат ввести, то будет это выглядеть так. Введите информацию, связанную с вашим присутствием в интернете за последние пять лет. И там будет юзернейм, они не запрашивают пароли и ваши социальные сети, в которых вы участвовали. А теперь о том, какие же формы коснутся того, этого правила, в котором запрашивают социальные сети. Значит, первая форма – это форма N-400, Application for Naturalization. Это значит, N-400 – это подача на гражданство США. Вторая форма – это I-131, это Application for Travel Document. Это для получения travel документа, если вы хотите выехать за пределы страны. Также форма I-192, Application for Advanced Permission to Enter as Non-Immigrant. I-485 – это анкета для тех, кто хочет получать грин-карту. Также это форма I-599 для регистрации и классификации как беженец. I-730 – это для тех, кто хочет воссоединиться с членами своей семьи по статусу политического убежища. I-751 – это форма для тех, кто хочет снять условность со своей грин-карты. К примеру, если вы приехали в Соединенные Штаты и вышли замуж, и вам обычно дают двухгодичную грин-карту, условную грин-карту, и через один год и девять месяцев с момента получения вашей грин-карты вы должны снять условность с этой грин-карты. И вот в этот момент у вас тоже могут запросить ваши социальные сети и посмотреть, насколько ваш брак является действительным или нет. Это вот где подвох. И форма I-829 – это петиция предпринимателей убрать, снять условность с их permanent residence. Значит, вот такие формы, вот эти формы, они будут запрашивать, в этих формах они будут запрашивать ваши социальные сети, и поэтому я хочу сказать, что если это правило примет, оно пока не принято, до 4 ноября оно еще решается, и если это примет, то будьте готовы к тому. И также хочу сказать, знайте о том, что пишите в своих комментариях, что вы лайкаете, и будьте благоразумны, вот так скажу. Вот такие у нас сегодня новости, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, оставляйте свои вопросы, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, к чему это все приведет. С вами была Зара Таджанова, иммиграционный консультант. Я и дальше буду вас знакомить с новостями. Всем хороших выходных. Я скоро сниму еще одно видео с новостями, с хорошими новостями и продолжением новостей. С вами была Зара. Пока!